Это Вести Утро. Карачаево-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 2, плюс 3. Днем до 23 тепла. В горах местами плюс 10-15. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 21-23 градуса тепла. Что из себя представляет боевая профессиональная служебная физическая подготовка в Росгвардии? Какие обязательные нормативы по физической подготовке надо сдавать при поступлении на службу? И проводятся ли среди подразделений Росгвардии какие-то чемпионаты? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии расскажет старший инспектор по профессиональной служебной и физической подготовке отдела кадров УВО России по Карачаево-Черкесии Руслан Биджев. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Для того, чтобы поступить на службу в Росгвардии, какие там есть нормативы? Обязательные физические нормативы? Мы берем минимум норматива, они предусмотрены нашими нормативными актами. Это первостепенная физическая подготовка. То бишь, он должен сдать физическую свою, показать свою физическую подготовленность. Это турник, обязательное подтягивание, отжимание, либо подъем гири. Для женского пола у нас тоже есть предусмотрено, это отжимание от пола и показатель по прессу. Среди ваших сотрудников Росгвардии есть ли свои какие-то чемпионы, разрядники, кандидаты, мастера спорта? Есть. Приветствуются. Мы стараемся таких побольше набрать. Мы участвуем во многих чемпионатах, как и межведомственных, так и своих. У нас немало мастеров спорта. Есть даже международник, который участвовал не только по России, но и международном уровне. Это нами приветствуется. А вот среди подразделений Росгвардии свои чемпионаты проводятся спортивные какие-то? Обязательно. У нас есть и волейбол чемпионат, по стрельбе чемпионат, по футболу чемпионат. Приурочиваем по футболу. Мы когда свой создаем, то имени наших сотрудников, которые достигли каких-то результатов, ветеранов, а также и тех, кто пали, погибли. То есть к вам должны приходить подготовленные парни, чтобы защищать? Не обязательно. Мы тоже умеем подготавливать. Для того и нужна профессионально-служебная физическая подготовка. Ну что ж, Руслан, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире.